Добрый день! Меня зовут Павел Шиманович, я из компании RENARO ISO DYNAMICS и сегодня я хочу вам представить наушники MEZE Empyrean, наушники которые мы разработали совместно с компанией MEZE AUDIO. Как я сказал это проект сотрудничества в котором MEZE разработали эстетический промышленный механический дизайн, а мы разработали драйвер для этих наушников и создали его акустическое звучание, акустический дизайн. Интересные наушники, в которых были применены передовые инновационные решения как с точки зрения акустики, так и с точки зрения механического дизайна. Первое что стоит отметить это вес. Эти наушники весят всего 400 грамм, при этом они являются полноразмерными, планарными или так называемыми изодинамическими наушниками. Этот показатель является достаточно хорошим. Целью нашей с самого начала было создать наушники, которые позволят слушать наушники в течение продолжительного времени нескольких часов не испытывая при этом дискомфорта. Это была наша первоочередная задача. Ну и конечно же мы стремились создать наушники, которые будут ярко, необычно и интересно звучать. Карбоновое оголовье, это сделано из дюреаля алюминия, который является очень легким, при этом стойким, и непосредственно сам драйвер. Для этого проекта мы разработали особенный драйвер, можно сказать эксклюзивный. Особенность его заключается в его внутреннем строении. Это драйвер с симметричной магнитной системой, гибридный драйвер. Гибридным мы его называем потому, что катушка разделена на две формы. Это непрерывная электрическая цепь, но при этом она разделена на две формы, которые имеют разную эффективность в воспроизведении разного диапазона частот. Меандр более эффективен в воспроизведении низких частот, в то время как спиральная катушка более эффективна в воспроизведении среднего и высокого диапазона частот. Это сделано с целью решения проблемы того, что на частотах выше 10 килогерц длина звуковой волны становится короче внутренних размеров амбушюра, и звуковое поле становится диффузным, смешанным. И слушатель начинает слышать отраженные сигналы, которые попадают в его ушной канал с некоторой задержкой, что в свою очередь ухудшает восприятие объемного звука локализации, восприятие сцен. Для решения этой проблемы мы сместили наиболее эффективную часть диафрагмы в области воспроизведения высоких частот и разместили ее непосредственно над входом в ушной канал. И за счет этого мы добились значительного увеличения прямого излучения неотраженных концентраций звуковой энергии, неотраженных звуковых волн, что в свою очередь позволило значительно улучшить пространственное восприятие музыки. Мы использовали также инновационные техники демпфирования, за счет чего получили уровень гармоник на уровне 0,1% во всем диапазоне частот. Еще одной интересной особенностью является магнитное крепление амбушюра, что позволяет, собственно, легко в течение нескольких секунд заменять амбушюры. И в комплекте поставки, скорее всего, будет две пары. Это будут амбушюры из Алькантары и вторые амбушюры из кожи. Они будут иметь некоторое отличие по звучанию и будут, так сказать, по-разному представлять характер звучания и наше видение акустического дизайна. Алькантары – это более такое референсное звучание, скажем, аудиофильское, нейтральное. А с кожаными амбушюрами это будет более акцентированное в нижнем частотном диапазоне. Возвращаясь к самому креплению, это наш патент, новое изобретение. Мы не используем никаких магнитов в амбушюре. На самом деле мы используем поля рассеивания, которые генерит непосредственно сам драйвер. Используя магнитомягкий материал, мы решаем несколько задач одновременно. Первое, как я уже сказал, мы крепим амбушюры и можем их очень легко в течение нескольких секунд менять. Второе, мы повышаем, вдавливая поля рассеивания магнитные в плоскость драйвера, мы повышаем интенсивность магнитного поля в области активации мембраны и тем самым повышаем эффективность драйвера. Чувствительность в результате конкретно в этой конструкции увеличена на 12% за счет использования этой технологии. В обычных планарных изодинамических наушниках, когда слушатель одевает эти наушники на голову, значительные поля рассеивания вступают в взаимодействие с головой слушателя, что в течение продолжительного времени может оказывать негативный эффект на здоровье или самочувствие. В данном случае, опять же, мы эту проблему решаем, потому что поля рассеивания вот этим интересным конструктивным решением они возвращаются внутрь драйвера. Это патент, который мы заявили и, собственно, реализовали в этих наушниках. Из интересного еще стоит отметить оголовье, которое было разработано Антонио Мезе, который является ведущим дизайнером компании Мезе Аудио, ну, собственником и ведущим дизайнером по совместительству. Они потратили достаточно много времени для того, чтобы отработать эргономику этого продукта и, на мой взгляд, у них это получилось. Здесь применено интересное тоже патентованное решение. Они называются Force Distribution Wings. Это специальные пружины, которые размещены в основе оголовья для того, чтобы прижимать его к голове. Это делается с целью увеличения плоскости соприкосновения наушников. Как нам всем известно, сила давления измеряется на единицу площади. Чем больше площадь соприкосновения, тем меньше сила давления одного и того же веса. Именно для этого, то есть обычные оголовья вот в таком дизайне, они будут ровно лежать и площадь соприкосновения с головой у них будет ограничена. В случае применения вот этого конструктивного решения оголовье прижимается к голове и площадь контакта становится больше. Соответственно, вес наушников распределяется на большую площадь и давление на единицу площади становится меньше. Передовые технологии, то что я сказал, карбоновое оголовье, это из спортивного автомобилестроения, алюминий из авиакосмической промышленности. Даже на самом деле в рынке high-end наушников не так много интересных вещей происходит в последнее время. И нам хотелось с этим продуктом показать, что небольшие компании имеют потенциал к тому, чтобы делать действительно что-то особенное. Спасибо за ваше внимание, будем рады слышать ваши отзывы.